Это видео о том, как нужно тренироваться, чтобы вы получили очень большие результаты. Результаты, полученные вами, будут настолько огромными, что вы будете просто в шоке. Вы даже никогда не предполагали, что занимаясь без химии, можно так прогрессировать. Я сам был в шоке, я сам не верил, но когда я начал заниматься именно так, результат и в росте мышц, и в сжигании жира настолько повысился, что я просто обязан с вами поделиться, вы просто обязаны попробовать, чтобы получить невероятный прогресс и просто эйфорию от того, что насколько же Юрис Посококотский, оказывается, вам помог. А всего лишь-то надо попробовать. И результат, вам обещаю, ощутимый уже в течение первого месяца занятия. А это очень быстро. Не пожалей одного месяца, чтобы убедиться, что система, которую разрабатывал столько лет, приносит такой результат. А теперь вводу в сторону. Что это за система? И почему нужно обязательно по ней заниматься? Как я ее разрабатывал? Это все интересно фанатам. Это я переношу в конец этого видео. Хотя я бы хотел, чтобы вы это послушали и написали комментарии. Я узнаю, кто посмотрел до конца. И буду знать, кто из вас серьезный спортсмен. Первый основной принцип всей методики, что основным, самым главным, базовым условием для достижения успеха является рост рабочих весов или прогрессия нагрузок. Тут, думаю, это бесспорно, потому что все успешные бодибилдеры совершили прогрессию нагрузок. Неважно, мало повторка, много повторка. Все прибавляют рабочие веса. Но, поедя в зал, мы увидим, что множество людей, не озабоченные рабочими весами, не прогрессируют в рабочих весах и формы их тоже не прогрессируют. То есть, основной постулат системы повышать рабочие веса. Пока веса растут, твои мышцы растут. Если ты поддерживаешь веселые показатели, ты просто не меняешься. Если ты в хорошей форме, все зашибись. Если твоя форма далека от идеала, все плохо, потому что ты так никогда и не станешь выглядеть нормально. И из этого принципа номер один вытекает принцип номер два. С каким же весом нужно работать, чтобы обеспечить оптимальную прогрессию нагрузок, оптимальный рост мышечной массы, создать оптимальное механическое напряжение. Вы знаете, что главный фактор, и чуть ли не единственный фактор, оптимально необходимый для оптимальной гипертрофии мышц, это необходимое механическое напряжение. Так вот, такое механическое напряжение, которое нам даст и рост силовых показателей, и как следствие даст гипертрофию. Почему нужно рост силовых показателей? Потому что это создает, неизбежно создает, нужное механическое напряжение на мышцу. Рост мышц запускается. Так вот, оптимальным весом, при котором будет достигнуто это оптимальное напряжение мышц, которое проведет гипертрофию и росте силовых, это приблизительно от 75-80% до 90% от одноповторного максимума. То есть, в основном, я тренируюсь, и все мои ученики тренируются весами 80-85% от одноповторного максимума. Если вам не нравится работать с такими весами, возможно, немножко отступить на 5% вниз или вверх, но сразу предупреждаю, что тогда вес будет меньше. То есть, 80-85% от одноповторного максимума. Но, также, уже для опытных спортсменов, в периодизации мы будем использовать более легкие веса. Вообще, для новичков должны использоваться более легкие веса. То есть, если человек начинает тренироваться, начни с 60% от одноповторного максимума. Как рассчитать одноповторный максимум? Это очень просто сделать. Тот вес, которым ты можешь поднять максимум один раз, и не меньше одного раза, это и будет твои 100%. Так вот, 80% от одноповторного максимума. И обычно 80% это соответствует примерно 8 повторениям до отказа, а 85% примерно 5 повторениям до отказа. То есть, вы можете даже не проверять одноповторный максимум в каждом изолирующем движении. А понять, что если ты можешь делать с нормальной техникой 5-6 повторений, это будет те самые заветные 85%. Так вот, такие веса рекомендуются далеко не всем людям. Не сложно понять, что для новичков, для возрастных спортсменов, для людей, которые находятся в стадии реабилитации после перерыва, после болезни, то есть в каких-то таких ситуациях, когда организм ослаблен или не подготовлен, скорее нужно использовать веса 50-70% от одноповторного максимума и работать в полсилы, не до отказа в мышце. Когда же мы уже, организм уже становится более подготовленным, мы уже вырабатываемся, уже входим в работу, уже риск травмы, соответственно, снижается, риск повредить себе, работая с большим весом, снижается, мы уже работаем с теми процентами, что рекомендовано, с теми рабочими весами. И для достижения мощной гипертрофии, роста силы, с этими весами 80-85%, мы работаем либо почти до отказа, если вы хотите работать без отказа, по безотказной системе, либо мы работаем до отказа в мышцах, что тоже будет давать результат для спортсменов среднего уровня. Одинаково практически будут работать обе системы. Если же вы уже опытный спортсмен, то уже пункт номер три моей методики, что опытный спортсмен должен заниматься, используя периодизацию нагрузок. То есть у него уже строятся циклы. Самый простой цикл, который можно предложить, это сделать одну тренировку с тяжелым весом на каждую группу мышц раз в две недели. Еще три тренировки с легким весом, те самые 60%, о которых я говорил, в промежутке. То есть тренировать раз в две недели мышцы, это слишком редко. Если мы работаем до отказа или почти до отказа, то уже опытным спортсменам более целесообразно только одну тяжелую тренировку в две недели и добавлять еще три легкие. То есть мышца будет прорабатываться два раза в неделю и только раз в две недели одна из этих тренировок будет тяжелая. Тогда мы обеспечим себе и рост, и восстановление всех систем организма. Но это более актуально для тех, кто уже не прогрессирует, выполняет просто одну тяжелую тренировку в неделю. Новичок-то будет достаточно быстро прогрессировать первые года, то и первые два года. Просто дело одну тренировку с тяжелым весом, стремясь повышать веса один раз в неделю. Вот опытному спортсмену, у него появляются новые препятствия. Возникает плата, застой, бросьте силы показателя. Значит, мышцы уже больше не растут. Или растут супер медленно. И плюс могут возникать боли, накопительные травмы могут возникать, колени, локти, поясница, там все что угодно. Плечи уже начинают ныть. Не резкая травма, не резкая боль, а постепенно начинает поднывать. Этот организм сигнализирует, что уже нужна другая система, другой подход к тренировкам. Нельзя уже просто тупо повышать вес каждую неделю. Уже идет износ. И вот тут уже понадобится работа, скажем так, в циклах. Второй по важности пункт методики тренировок. Это сколько нужно отдыхать между подходами. Так как первый по важности пункт, скоро о нем тоже расскажу, это, что чем больше ты нарастишь силу, тем больше ты спрогрессируешь не только в росте силы, но и в росте мышечной массы. И на сушке во время зажигания жира, тем больше сохранишь мышцы, если у тебя как минимум не снижается уровень твоей силы. Это все взаимосвязанные вещи. Рост силы своего рода тест. Прогрессируешь ли ты, растет ли твоя мышечная масса, теряешь ли ты мышцы на диете. Это ключ и в бодибилдинге, и в пауэрлифтинге, и во многих других видах спорта, где вообще важны силовые показатели. Так вот, что же так сильно влияет на рост силы? Если ты будешь отдыхать между подходами 30 или там 60 секунд, да никогда в жизни ты не накачаешься, никогда в жизни ты не станешь сильным, и мышцы у тебя не вырастут. Я видел в зале какие-то пацаны, жали, чтобы показаться крутыми, делали перерыв в минуту между подходами. Это просто дурачество. Это просто дурачество, это бежать от цели, делай вид, что ты бежишь к цели. Ребята, новичок должен между разминочными подходами отдыхать минуту, между рабочими 3 минуты. Тогда новичок быстро повысит свою силу, перестанет быть новичком. Конечно, 3 минуты с непривычки очень тяжело отдыхать. Так не стой, как дурак. Открой дневник тренировок, запиши, сколько ты поставил на штангу, сколько в этом подходе, сколько повторений, сколько минут отдыхал. Все записывай, и ты не будешь терять время. Если все равно отдых между подходами кажется длинным, а скоро ведь он станет и больше 3 минуты, добавь вставочные упражнения, послушай Арнольда, сделай между подходами подъем на носочки, сидя, стоя на одной ноге, положил блин на пол и подъем на носок одной ноги. Икра, отстающая мышечная группа у большинства людей. Сделал икры между подходами в жиме лежа. В конце тренировки уже не нужно делать икроножные. А качать их нужно 3 раза в неделю. 3 тренировки в неделю станут короче на 10-15 минут, потому что ты икры сделал. Вставочные упражнения. Это такой лайфхак. Можно и пресс легонечко покачать, но не вздумай делать подъем ног в висе между подходами в жиме лежа или в тяге, потому что руки устанут и много ресурсов затрачивается на подъем ног в висе. Скручивание на мяче или лежа на лавке. Скручивание. Легкое упражнение, чтобы не повредить результату в основном упражнении. Отдых между подходами для опытных. 5 минут и более по ощущениям. Если чувствуете, нужно 8 минут. Отдыхай 8. Я иногда и 10 минут отдыхаю. Некоторые спортсмены отдыхают и 15 минут, и даже полчаса. И поверьте, результаты в этих упражнениях феноменальные. Но отдых полчаса, это из ряда он редко применяется. В основном, 5 минут, это тот золотой отдых, который точно позволит тебе прогрессировать. А профессор Силуянов рекомендовал и 10 минут. Если ты чувствуешь, что 5 минут мало, отдыхай 10. Это говорится для людей, это рекомендуется людям, у которых уже рабочие веса. Более 80 килограмм жим лежа, даже более 90. Более 100 килограмм приседания, и даже больше 120. На бицепс изолирующие упражнения, автоматически отдых где-то на минуту сокращается. То есть после разводов с гантелями, после сгибания рук на бицепс, все рекомендации по отдыху примерно на 1 минуту уменьшаются. Но ты должен по ощущениям отдохнуть так, чтобы твои силовые показатели росли. Как только в каком-то упражнении твой рост прекратился, и ты уже не прибавляешь от тренировки к тренировке, первым делом прибавь минуты-полторы отдыха. И очень часто ты убедишься, что опа, у меня силовые снова начали расти. По росту силы все поняли. Между разминочными подходами 1 минута новичку, 2 минуты опытному. Между рабочими подходами 3-4 минуты новичку, 5-10 минут опытному. В зависимости от вашего уровня и вашей восстанавливаемости. И уровень выносливости тут ни при чем. Тут работают другие законы. Восстановление креатинфосфата, АТФ. И так далее. Много чего восстанавливается. Не только дыхание, не только пульс. Следующее. Это сколько отдыхать между тренировками. Вот покачал ты мышцу, когда ее можно тренировать в следующий раз? Тут все очень гибко, очень двояко. Если ты тренируешь свои мышцы до отказа или почти до отказа, с весом 80 или более процентов, это на повторном максимуме, то тяжелые тренировки в любом случае должны проводиться один раз в неделю минимум и один раз в две недели максимум. Иногда даже чуточку больше двух недель перерывается. После жима лежа 200 кг полностью все, все связки, мышцы по результатам исследований проходят через 17 дней. Это больше двух недель. Поэтому не удивляйтесь. Но этот перерыв необходимо заполнить восстанавливающими или тонизирующими тренировками, которые будут проходить с легкими весами. И вот такие тренировки не до отказа. Можно проводить часто. Можно проводить два, три раза в неделю. И даже каждый день, и даже два раза в день люди тренируются. За счет того, что работа идет не в отказ, можно заниматься часто. Новичку, впрочем, это не обязательно. Новичок вполне может прорабатывать одну группу мышц, работая почти до отказа или до отказа. Один раз в неделю. Он будет расти. Новичок, я имею в виду, со стажем уже больше месяца-двух. Первый месяц можно вообще легкими весами заниматься. И даже нужно заниматься с легкими весами. Никаких 80% не брать. 60, 70, 50%. Делай легким весом. Делай по 15 повторений. Методика начинает работать уже, когда ты уже подготовленный. Месяц-два уходит только на подготовку. А потом уже один раз в неделю тренируемся, делая достаточно тяжелые тренировки, и рост будет достаточно стремительным. Нет смысла исправлять то, что и так прекрасно работает. Нет смысла тренировать каждую группу мышц по нескольку раз в день. А вот когда мы уже входим в режим плата, что у нас уже не работает, не работает рост силовых показателей, не производится, или он становится очень медленным, тогда уже есть смысл говорить о том, что тренироваться чаще, чем один раз в неделю, для еще большего роста мышц. Но запомните, всегда, когда чаще одного раза в неделю, то тренировки проводятся по принципу тяжелая тренировка, а потом несколько более легких и не в отказ. Важная поправка к старой версии методики Юрия Спаса-Гукотского рекомендовалась ранее, чтобы тренировки длились не более часа по продолжительности, можно даже 50 минут. Сейчас по-прежнему приветствуются, конечно, эффективные, интенсивные, хорошо организованные тренировки до часа, когда ты не теряешь время на разговоры по телефону, когда ты время затрачиваешь четко на отдых, когда тебе нужно отдохнуть 3 минуты, ты не отдыхаешь 4, когда тебе нужно отдохнуть 5 минут, ты не отдыхаешь 10. но так как некоторые тренирующиеся занимаются только 3-4 раза в неделю, когда у тебя уже большие рабочие веса, делать часовые тренировки, как сейчас это делаю я, возможно, занимаясь только там 6-7 раз в неделю, иногда и 2 раза в день. Тогда тренировки будут короткими. Каждый ли может себе это позволить? единицы. Нужно дома иметь спортзал, как это есть у меня. Я и в зале тренируюсь, еще и дома спортзал. Так мне удается делать многие тренировки до часа. Новичок, он может делать 3 тренировки в неделю, по часу с трудом будет вписываться в нужный объем 3 раза в неделю, по 7 упражнений еле-еле будет вписываться. Но если мы занимаемся 3 раза в неделю всего лишь, то уже с повышением рабочих весов вскоре нам придется удлинить паузы отдыха. Об этом отдельно будет рассказано. И вот вред, который наносится короткими перерывами между подходами, он еще больше, чем делать длинную тренировку. Поэтому, если вы занимаетесь всего 3 раза в неделю, допускается тренировка более часа. Даже полтора-два часа допускается. Если вы занимаетесь только 3 раза в неделю, главное долго, достаточно долго отдыхать между подходами и растить рабочие веса. То есть, пока вы растите рабочие веса, длительная тренировка не является проблемой. Когда же рабочие веса уже перестают расти, то надо смотреть на все свои минусы, но на самом деле основное изменение моей методики это то, что допускаются более длинные тренировки. Конечно, если у вас есть возможность тренироваться несколько раз в неделю, каждый день, то вы сможете заниматься до часа каждой тренировкой, это будет плюс. Но если только 3-4 раза в неделю допускаются тренировки даже и по 2 часа, лишь бы отдыхать между подходами достаточно, чтобы сила росла. Это очень важно. Сколько подходов и упражнений и повторений делать на каждую мышечную группу на протяжении одной тренировки. Это очень важный момент. Так вот, совершенно независимо от каких-то других источников, я опытным путем пришел к тому, что на одну мышечную группу нужно приблизительно то же самое количество сетов, которые рекомендуют для развивающей тренировки профессор Силуя, но рекомендовал вам, простите. Он рекомендовал от 5 до 9 сетов в развивающую тренировку. Ну, примерно я пришел к тому, что примерно от 4 до 8 сетов на группу мышц в тяжелую тренировку. То есть, приблизительно такие же были сделаны выводы практически, как и были рекомендованы теоретикам. Это хорошее, это важное, что совпадает. Исходя из этого, можно сказать, что при выполнении, при выборе количества упражнений, мы можем максимум 8-9 сетов и минимум 4-5 сетов и делить на количество упражнений. Например, если нам хочется покачать грудь, если нам главное развивать жим лёжа, мы можем жима лёжа сделать 4-5 подходов, можем и 6 подходов сделать, но мы помним, что уменьшается количество ресурсов, и мы не сможем сделать 6 подходов жима лёжа, 6 подходов на наклоны, еще 6 подходов разводок, у нас максимум, все, что мы можем сделать на тренировке для группы мышц, это 8-9 сетов. Конечно, нужно еще по своим ощущениям смотреть. Если ты видишь, что сделал 4 сета очень тяжелых, и ты выдохся полностью, ну, куда тебе делать еще 5 сетов базового упражнения до отказа в этом или в другом упражнении. Максимум возьми изолирующие упражнения, там, разводку легкая, еще 2-3 сета разводки, все, тренировка закончена. Ты-то уже сам ощущаешь, что сил уже нет, ресурсы закончены. А если ты сделал 6 сетов жима лёжа, чувствуешь, что еще полно сил. Сделай еще 3 сета рабочих на наклонной скамье, к жим гантелю или штанге, пожалуйста, или там на брусе, по идее. Смотрю, что тебе нужно развивать, смотря, сколько ресурсов, насколько тяжелых сетов тебе хватает. Но в любом случае, это не более 8-9 сетов на мышечную группу за тренировку. Нет смысла делать огромное количество сетов. Но, если мы приняли тренировки не до отказа, твое самочувствие будет хорошим даже после выполнения и 9 сетов. Мы можем рассмотреть высокообъемные тренинги. И вот если тренировки идут на более низком проценте, не в отказ, мы делаем 70-80 процентов, но не до отказа, то можно рассмотреть повышение количества сетов за тренировку. Но обычно это для профессионалов. Вот там можно уже сделать и 10, и 15 сетов за одну тренировку. Но я все равно не рекомендую огромные объемы. То есть по 30 подходов, по 50 подходов за тренировку. нет смысла, я пока что не могу такие рекомендации взять. Пока вот средние рекомендации вот такие, до 9 сетов за тренировку. И количество упражнений в зависимости от этого количества сета. Либо это будет 4 упражнения по 2 сета, либо это будет одно упражнение по 8 сетов. То есть количество упражнений регулируется этим количеством сетов автоматически. теперь следующий пункт сколько повторений делать. Очень важный нюанс. Ну исходя из работ Криса Берц в механическом напряжении 5 повторений это некое идеальное число и для роста силы и для роста гипертрофии. Возможно отклонение. также я чисто практически пришел к выводу что 3-8 повторений мой золотой диапазон. 3-8 повторений. Максимум 8 повторений минимум 3. Если в упражнении делаю меньше повторений рост силовых показателей будет больше. Это лучше. Если буду 3 раза выжимать штангу 200 кг я 100 кг все равно пожму в большем количестве повторений чем другой человек который всегда работал многоповторно понимаете в чем дело не может вырасти сила сильно существенно не может вырасти сила без роста мышечной массы хоть одним повторением качайся но наилучший рост силовых идет все-таки не при одном-двух повторениях хотя можно спорить а все-таки больше даже в том же пароликинге используется от 3-х и выше вот и я рекомендую использовать от 3-х и выше в каких случаях я использую больше повторений там 6-8 повторений когда я не уверен в технике когда я не уверен в безопасности я повышаю количество повторений если в каких-то упражнениях вы часто чувствуете боли вы часто травмируетесь например это хороший пример французский жим также у меня были боли в коленях ножными ногами если какие-то неуверенность становая тяга вы чувствуете что вы часто себе спину повреждаете на становой тяге есть смысл перейти на 10-12 даже на 15 повторений именно это количество повторений используется реабилитационных оздоровительных программах ЛФК лечебная физкультура это количество повторений 10-15 хорошо подходит для восстановления суставов для восстановления связок сухожилий мышц после травмы это очень 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 укрепляющая тренировка заметьте работа идет не до отказа делаем несколько сетов по 12 в среднем повторений идет восстановление когда же наоборот мы чувствуем что уже никаких болей нет постепенно мы снижаем количество повторений но я не буду делать трицепс до отказа на 3 повторения не буду делать французский жим до отказа на 3 повторения а вот там где я себя чувствую уверенно например в становой тяге с ума я сделаю три повторения с удовольствием я даже буду работать и на два повторения потому что очень сильная уверенность в себе все системы работают хорошо ничего не болит в тех упражнениях я чувствую себя более уязвимым например жим лёжа делаю обычно больше пяти повторений французский жим обычно делаю больше шести повторений потому что я не хочу травмироваться там у меня чаще возникает какой-то дискомфорт то есть мы должны балансировать между ростом силы наша главная цель и отсутствием травм это наша вторая главная цель и вот тут мы балансируем от трех до восьми повторений и то могут быть исключения как в становой тяге иногда захожу и в приседаниях ниже трех когда надо поднять силу уверенность прокачка подготовка хорошая и наоборот я могу войти в 10-12 повторений хотя это менее эффективно для роста мышц и силы когда я чувствую уязвимость когда цель противостоять повышенному травматизму у каждого из нас есть свои слабые места понимаете и вот в общем-то мы разобрались с количеством повторений самый продуктивный диапазон повторений мы с вами прощупали меня еще спрашивают можно ли делать 15 повторений и просто повышать веса можно но веса будут расти очень плохо и ты не накачаешься можно ли делать 3 повторения чтобы быстрее провисировать ну я бы не делал всегда только 3 повторения я бы все-таки циклировал 3-4-5-6 3-4-5-6 чтобы все-таки разные мышечные волокна задействовались если была вариативность то есть я бы не делал всегда постоянно 3 повторения ни в каком упражнении хотелось бы все изложить в одном видео но это невозможно поэтому в описании к видео конечно же идет ссылка на более подробное более полное изложение всех пунктов методики сейчас хотелось бы затронуть еще один важный пункт это техника выполнения упражнений это камень преткновения тут бесконечно можно спорить выполнять упражнение чисто или выполнять упражнение как-то не чисто а с какими-то методами интенсификации например частичная амплитуда читинг или что-нибудь такое многие скажут вот еще есть негативные повторения вот еще есть форсированные повторения ребята негативные форсированные повторения суперсеты дропсеты в методике Юрия Спасово-Котского не используются потому что либо не дает эффекта либо даже мешает то есть суперсеты это то что больше всего мешает растить мышцы дропсеты то же самое это работает только на химии и применяется в основном на сушке когда мышцы растить не нужно и даже с химией люди не вывозят теряют мышцы даже с химией поэтому никаких суперсетов дропсетов никаких негативных повторений никаких форсированных повторений негативных и форсированные не то чтобы не работают люди прогрессируют но я не вижу чтобы они быстрее прогрессировали чем если не применяются эти методы понимаете в жиме лёжа у новичков форсированные повторения немножко работают когда именно последнее повторение делается с небольшой минимальной помощью партнёра фактически это как выполнить на повторение больше пройдя мёртрую точку вот именно если форсированное повторение делается как помощь в прохождении мёртвой точки тогда можно это использовать то есть чуть-чуть помог в самом трудном участке амплитуды одно-два последние повторения в последнем подходе да это хорошая штука она немножко помогает что же помогает очень сильно что же супер сильно помогает растить мышцы в некоторых упражнениях не во всех а в некоторых просто необходим читинг и просто необходима частичная амплитуда что такое читинг это применение левков или инерции сильно ли применяется читинг в методике Юрия Спасовского нет если мы возьмем 100 упражнений то наверное только в 10 будет применяться читинг этот метод эффективен и применяется только в нескольких упражнениях сгибания рук со штангой на бицепс немного немного применяется читинг суть в том чтобы уметь пользоваться этим приемом дело в том что многие не умеют использовать этот прием они начинают беспорядочно размахивать корпусом и вместо того чтобы увеличить нагрузку на целевую мышцу они ее забирают они крадут ее у свои мышцы именно поэтому тренера в зале запрещают новичкам делать читинг и возник возник миф что это неэффективный прием нет профессионалы используют читинг это супер эффективный прием потому что они вот ровно настолько помогают себе инерцией чтобы еще увеличить нагрузку на целевую мышцу вот откуда эти споры работает читинг или не работает у профессионалов он работает когда вы умеете его делать когда вы умеете в нужной степени применить читинг у любителя не работает поэтому я сейчас занят Саша через 5 минут поэтому новичок не должен использовать читинг ни в каких упражнениях занимаясь по методике Юрия Спасовковского набравшись опыта мы используем в нескольких упражнениях в основном это сгибание рук со штангой на бицепс махи с гантелями в стороны и тяга верхнего блока мы там немножко можем поддать читингам увеличив рост силы но пока ваши силовые показатели растут без читинга мы работаем без читинга что касается частичной амплитуды в каждом упражнении по своему не потому что в некоторых упражнениях слишком большая амплитуда получается чтобы избежать травм вот попробуйте присесть коснуться ягодицами пола и встать вы скажете ну Юра что ты такое советуешь это же слишком большая амплитуда будет вот вот для одного человека одна глубина приседа для другого человека другая глубина приседа для человека небольшого роста и с определенной пропорцией длины бедра и голени с определенным соотношением длины бедра и голени присед ниже параллели очень комфортно для другого человека присед ниже параллели это просто пытка он вообще не может делать присед так почему бы тогда этому человеку вместо того чтобы отказываться от приседаний не сделать присед чуть выше параллели и спину сохранит прямую и техника ему будет комфортнее делать он сможет делать приседания пусть даже не в полную глубину но он будет их делать жим лежа у кого-то длинные руки он опускает и чувствует сразу заболели плечи амплитуда слишком большая боль подсказывает что нельзя делать с полной амплитудой опускаешь гриф до той глубины когда у тебя плечи чувствуют себя комфортно и ничуть не меньше амплитудой чем ты можешь а вот ровно настолько сколько тебе нужно вот регулируй амплитуду не бойся слово частичная амплитуда вот смотрите есть в профессиональном спорте становая тяга классика а есть становая тяга сумо и сумо амплитуда очень сильно сокращается но зато травматизм снижается и все применяют эту технику множество примеров когда применяется частичная амплитуда жим лежа почему делают мост почему сходят лопатки снижается травматизм плечи меньше болят значит можно обеспечить себе спортивное долголетие и грудь будет больше и травм будет меньше соответственно ты все равно накачаешься больше чем тот кто мост не делал убил себе плечи и теперь качаться больше не может и говорит все спортсмены инвалиды спорт это зло здравствуйте друзья приблизительно в 2005 году я разработал собственную методику тренировок ну это встретило сильное сопротивление сразу же среди всех среди товарищей по залу среди тренеров среди там не знаю в интернете вообще поднялся просто дикий хай в общем несмотря на сильное сопротивление я пропагандирую эту методику очень успешно и по ней попробовали заниматься я даже боюсь оценить какое количество людей но я у меня не малейшее сомнение что это десятки тысяч человек то есть это очень большой успех вышла книга моя методика тренировок успешно продалась большой тираж потом ее подарил ссылка в описании можете бесплатно ее почитать посмотреть но не в этом суть суть в том что фактом остается то что многие люди не могут накачаться многие трещи не могут за всю жизнь накачаться не с химией не без химии что бы там ни было у них не получается и вы увидели что я будущий не имея плохой генетику действительно реально раскачался стал чемпионом по бодибилдингу многократно формулы многие оценили тот же Виктор Семкин оценил мою форму хоть недавно в своем видео на своем канале можете посмотреть он профессионал как участник Рольклассик сказал что по факту среди фитнес-блогеров по пропорциям он был лучший и как же я добился такого успеха благодаря методике что такое методика тренировок в любом виде спорта например возьмем бег если ты пойдешь на стадион и будешь пытаться просто там научиться быстро бегать ты поиграешь с человеку с такими же параметрами как у тебя который пойдет на стадион подойдет к тренеру и тренер начнет тренировать по методикам бега хорошие они или плохие но по крайней мере они лучше его подготовят за ты год будешь бегать самостоятельно каждый день будешь ходить на стадион бегать и тот будет по методикам бегать ему будут давать разные упражнения разные ему расскажут сколько раз в неделю бегать с большой нагрузкой сколько раз в неделю с маленькой нагрузкой когда бегать с ускорением когда бегать с дополнительной нагрузкой используя различные приемы изменив свою технику бега тебе что никто твою технику не посмотрит тебя перегонят Или наоборот, ты можешь пойти к тренеру и перегнать тех, кто там недавно занимается этим видом спорта То же самое и бадминтон Многие с детства машут ракетками во дворе, чуть ли не каждый день увлекаются этим Но если пойти на секцию, тебе обучат техники и игры И ты через 10 персональных занятий легко обыграешь тех, кто там годами играет самостоятельно Но в плане бодибилдинга Та же самая ситуация, но почему-то гораздо больше людей считают, что можно просто ходить в зал Просто регулярно тренироваться и что будет результат Он будет, так называемый, минимальный новичковый результат Но занимаясь с помощью системы, технологии, методики То есть имея рецепт правильной тренировки Ты добьешься, допустим, за год больших результатов в тренировке без химии Чем какой-то другой человек, занимаясь самостоятельно с химией за тот же год Вы можете в это не верить, но мне тысячи встречались пацанов Которые жмут уже 60-80 килограмм, не имеют руки 40 сантиметров И уже бросили принимать химию, потому что она им не помогла Можете верить, можете не верить Но посмотрите видео Арнольда 2.0 И он рассказывает, что у него такой же опыт, как и у меня К нему постоянно подходят химики, которые весят меньше 80 килограмм Да много примеров ребят, которые не могут накачаться даже до 80 килограмм Тот же Игорь Войтенко обещал накачаться до 80 килограмм Так, накачался пример известного человека А сколько людей неизвестных не смогли накачаться даже до 80 килограмм И я сам занимался в зале несколько лет И весил около 80, но я просто ростом высокий Так бы была такая же ситуация, но я не мог до 90 накачаться Затем, используя определенную методику Совершенно без химии, набрал более 20 килограмм общей массы Из которой примерно половина была чистой мышечной массы И затем просушился В общем, эту историю тоже многие уже знают Зачем же снимается это видео сейчас? Дело в том, что 15 лет прошло И за 15 лет методика, естественно, претерпела определенные изменения Определенные изменения И сейчас мы с вами попробуем уточнить Как выглядит методика Юрия Спасову-Косковского Современной редакции 2.0 Вот как нужно качаться, что изменилось, что тренироваться эффективнее Что за эти 15 лет я понял, в чем я был неправ Скажу сразу, что в основном Та система, которая была предложена в 2005 году На 80-90% остается та же Я не перебываюсь, как некоторые фитнес-блогеры Рассказывают, что нужно делать 3 подхода Потому что нужно делать 1 подход Что нужно тренироваться 2 часа Потому что нужно тренироваться 30 минут Вы знаете прекрасно этих людей Я в целом, концепция остается та же Но некоторые вещи усовершенствовались И благодаря им можно еще больше теперь прогрессировать Сейчас я все вам расскажу Вы совершенно бесплатно получите хороший буст И сможете нарастить еще больше мышц Друзья мои Свою методику я даю людям Бесплатно и безвозмездно Все, что я бы попросил Так как это очень большая работа Которую я провожу всю жизнь И это действительно работает Это распространить Помочь распространить Ссылку на мою книгу Перекинь другу Сделай репост Если у тебя есть страничка ВКонтакте Или на Фейсбук Сделай репост Поставь лайк Напиши комментарий Но репост Или переслать ссылку Это работает важнее Вот так, друзья Так что Если вы хотите Чтобы я ответил на ваш вопрос Совершенно бесплатно И лично Лично я Просто напишите Под этим видео В комментарии Какой вопрос Все Я отвечу Если же это уже будет не скоро Через месяц Я уже конечно под этим видео Не буду читать Под последним видео На моем канале Задавайте вопрос И еще Ютуб плохо уведомляет Моих подписчиков Он их не уведомляет У меня старый канал Он уже мертвый У меня 350 тысяч Живых подписчиков Но Так как уже каналу Больше 10 лет Большая часть этих Имейлов Уже мертвые И только 20 тысяч подписчиков Получают уведомления На имейл Да и то только те Кто нажали колокольчик Поэтому Просто нажмите колокольчик И Подписывайтесь На мою группу В телеграм Подписывайтесь На мою почтовую рассылку Вот вам ссылочки И тогда вы будете Получать уведомления О моих новых видео И поддерживать Со мной связь Пока Друзья мои До новых встреч Подкачайся Сюрой Подкачайся Сюрой Серый, подкачайся!